В Пономаревских лесах как будто идет дождь. Это лакомится миллионный гусениц, шумит падающая листва. В этом году непарного шелкопряда развелось столько, что по прогнозам он может съесть всю зелень и оставить после себя голые ветки. Остановить пиршество насекомых можно только с воздуха. Поэтому правительство области заключило контракт со специалистами малой авиации. Бригада летчиков из Омска прибыла в Пономаревский район только накануне днем. Уже сегодня они планировали закончить всю работу и вернуться домой. Однако первый же рейс около 9 часов вечера стал последним для пилота Анатолия Гонтарева. Деревня Георгиевка прямо за лесом. Все местные жители видели, как крылатая машина поднялась в воздух. Но полет длился не больше 10 минут. После этого десятки глаз наблюдали крушение. Он сперва взлетел, но развернулся как надо, где заданное место опрыскивать. Тут вот развернулся, потом боком и ушел, ушел и пропал. Второй пилот из Омской команды до сих пор как будто не верит в крушение. Ивану сложно понять, как разбился 56-летний Анатолий Гонтарев. Я очень был, как сказать, удивлен, когда сообщили меня о его гибели, потому что он летал уже с большим опытом у него был. Большой опыт. Анатолия Гонтарева считали асом. В небе 17 лет. За свою невестную карьеру какие только самолеты не пилотировал. И истребители МиГ-15 и 17, и военно-транспортную махину Ан-26. Казалось, для такого пилота, работа на легенькой авиатике, пара пустяков. Вот такой же самолет. Классический пример малой авиации. Механик Анатолий Свящихин показывает двигатель. Говорит, все просто до элементарности. Ломаться нечему. Простой, легкий, удобный. Что можно на нем летать и летать и летать. Но полет закончился падением. Почему, сейчас выясняют следователи. В Оренбург уже прибыли специалисты Международного авиационного комитета. Они проведут свое расследование. В пятницу уже работали на месте ЧП. От комментариев эксперты пока воздерживаются. Но существует только три возможные причины крушения. Плохое топливо, поломка самолета и ошибка пилота. Официального вердикта пока нет, но опытный механик на месте трагедии среди перекореженных деталей самолета, как будто видит последние минуты полета. Зацепил ветки, да, однозначно. Их даже видно, лежат веточки. Он уже собрал их. Так, а это что получается? Это пошел с креном, да? Так, ты влево. Вот так где-то разворачивался. Вот так вот, да, разворачивался и этим крылом зацепил. В Оренбургской области такая трагедия впервые. Но проблемы с малой авиацией были. Эти кадры год назад облетели всю страну. Самолет неизвестной конструкции завалился в кювет после аварийной посадки. Случилось это в Октябрьском районе на 25-й минуте испытательного полета. Владимир Дениско сейчас и в тот день был за штурвалом. Он вспоминает, из-за внезапных неполадок пришлось выключить двигатель и буквально спланировать на автомобильную трассу. Я выбрал окно между машинами, так, чтобы это было безопасно. Владимир выяснил причины аварийной посадки. Подвело масло. Как и что работает в этой машине, он знает досконально. Он ее придумал, сконструировал, построил своими руками и на свои деньги. Сам дал название Д-32. И даже после не слишком успешного испытательного полета создатель крылатой машины уверен, у него получился отличный самолет. Я тут по телевидению слышал, его обозвали самоделкой. Но, честно говоря, немножко это задевает, потому что это профессионально собрана машина. Владимир – профессиональный летчик. Он провел в воздухе 2000 часов. На его счету почти 200 боевых вылетов. Его полет закончился благополучно. За аварийную посадку ответил рублем, но любовь к небу сохранил. Вообще, такие инциденты для области случаи уникальные. Малая авиация у нас почти не развита. Владельцев самолетов можно по пальцам пересчитать. Правда, эксперты советуют не обольщаться. Полеты становятся все более доступным удовольствием. Возможно, всего через несколько лет оренбуржцы начнут покорять небо. Елена Кузнецова, Дмитрий Журавлев, Станислав Доминов. Наше время.